Привет, народ! Из Америки, Вашингтон, Сиатл, да? Гоним машину спорта. Дедушку Мазая, Caravan Homi, Nissan, TD, Fidit, WN7. 2.7 мотор, почти 2.7 мотор, не другого, на механике. Где-то в механике у нее спряталась. Вот она. Механика, полный привод. Такие вот зеркала автобусные. Немножко тянет вправо. Идеальное состояние для 90-го года. 90-й год. Видать, дедушка хранил его. Механишка работает, все работает. Немножко вправо тянет. Кто скажет? Почему? Как можно устранить тягу? Колеса проверить. Схождение, да? Ну, развал, я знаю, что не влияет. Это схождение. Восьмиместный. На рессорах мост сзади, спереди торсионы. Торсионы снизу. То есть он вот по почке проходит бесшумно. И как ХАИС у ХАИС чуть погромче. Пробег 82. Состояние и нестояние. В общем, резины его коврики. Такой грузопсозырский, что ли. Ну, полу. Полу, потому что не совсем грузопсозырский. Не деревянный, но очень простой. Война, печка. Торрессионер. Климата нет. Ну, все работает. Где? Нержавый, ничего. Четкий. По-моему, почистим, сделаем обзор. Кто-то, ладно, до связи. Сделаем перекличку. Кто там с Магадана, кто с Москвы, кто с Сибири. Красноярск, Томск. Может, кто-то с Белого Яра. Я там учился. Верхнекенский район. Село Куролино. Его сейчас нет, этого села. И также мы жили в Магадане. Сусуманский район. Приск, Буркандия, где золото лежит. Тоже его нет. То есть, приск стоит, а людей нет. Развалилился в советское время. Мы сами с Уфы сюда переехали. Служил я в Самаре. Ну и машины гоняли. С Японией пароходами. А потом с находкой в Владивосток своим ходом. Зимой. Пошилки. Могоча. Через Сибирь. До Урала. И пароходом до Ханка. Финляндия с Японией перегоняли. А потом с Финляндии своим ходом. Короче, оборотов не любит старый. Колокольчик звенит. Колокольчик старый, добрый. И на скорости 105 где-то он начинает. День-день. День-день. Теледень. И по прямой на 110-то можно. Может, конечно, 120. Но не охота, чтобы там обороты орали. Вот уже 110, обороты 3,5. Как бы ничего. В принципе, 100-110 ничего. Старый, добрый дедушка Ниссан. Со знаменитым ТД. Чугунным мотором ТД-27. ТД-2 Ниссан. 4x4. Part-time. Хабы поставить. Как кто-то сказал. От Тирана 27 зубьев. Интересная разница есть. Грузовой Ниссан или... Пассажирский Ниссан. Количество зубьев 27 или 2... Все-таки разное. Вот. А кто какими хабами пользовался? IBM, по-моему, да, есть компания. Родные, наверное, дорогие. Бушные, если только попробовать найти разборки. Вот. И там надо номер моста еще на нем посмотреть, есть ли LSD мост или нет. Электрозеркала. Центральный пакет. То есть центральный замок. Электропакет есть у него, да? Электрозеркала. В общем, простой, как маленький встань. Простой, надежный, да? Ну, японец за ним следил. Движок чистый. Завтра, по-моему, покажем видео поподробней. Со всеми подробностями огласим весь список. Да, один из машин сегодня перегоняем, да. Далеко? Ну, недалеко. Час езды. С такома до Сиэтла. Сколько там? 60 километров, что не помню. В общем, в Америке все меряется не в километрах, не в милях, а в этих часах. Тут где-то час примерно 45 минут езды. Все летят. И кто медленно не хочет ехать, здесь тоже нарушает, но немного. Слишком таких злых нарушителей нет. И хамов нет, как в этом в кино, да? Хамы! 12 улив. Ладно, пока до связи. А то там одну руку держать неудобно. Надо это настроить. GoPro. Под него вещать. Вот, что-то встали, сломались. Да, идет классно, да. Комфортно. Только тянет вправо, надо. И руль кривовато стоит. Надо давление проверить. Резину. В схождении может... Как-то может регулировка другая. У японцев по левой стороне ездит. Наклон дороги другой. Может быть, надо схождение как-то переделывать под правый профиль дороги. У нас же дорога круглая как бы. А может, нет. Проверить еще надо. Ладно. Что-то строят кругом, да. Скоро место не останется на земле. Все застроят. Народу больше, зверя меньше. Миллиарды, да. Нас уже 7 миллиардов. А было 5 недавно, еще помню. Или 4 даже чем-то. Ладно. Всем привет. Пишите комментарий. А, обстановка по этому, как его, по этому микробу, да. Тут все нормально, все открывается. У нас в Вашингтоне 16 тысяч зараженных. Из них тысячи, наверное, умерших. Или 36 тысяч зараженных, уже не помню. Ну, тысячи где-то умерших. Но в основном все глубокие старики. Практически 90 с чем-то. 95 процентов. 90. Этого 75-85 лет кто умирает. Их меньше всего зараженных я. Но зато их больше всех умирает. Ну, и может, от того-то что-то болезни какие-то. Не знаю, иммунитет слабый. От этого гриппа, да, вируса. В общем, погода хорошая. С утра был дождь. Закончим на хорошей ноте, да. Погода хорошая, солнце светит. Все хорошо. До связи.